Микс Ньюс Еще раз доброе утро, добрый день, уважаемые слушатели. Радио Болтком, Олег Пеков, студии Евгений Кобеин за звукорежиссерским пультом. Мы встречаемся и говорим сегодня о Гульфе. И сегодня в нашей студии гости, гольфисты, владелец издательской группы АП Гульф и председатель правления АП Холдинг Александр Петров. Добрый день, доброе утро. Доброе утро. И общественные деятели, владелец группы Адента Виктор Авкштоль. Здравствуйте. Доброе утро. Мы предваряем, может быть, вот этой встрече, серию программ, которая начнется уже со следующей недели и будет рассказывать о Гульфе. И, может быть, для тех, кто еще даже никогда не задумывался над тем, насколько эта игра, ну, достаточно все-таки доступна и более-менее демократична, и насколько она увлекательна. Вот об этом, может быть, мы сегодня поговорим как раз-таки с нашими гостями, которые гольфисты со стажем, вот, может быть, начнем как раз с того, в каком возрасте, когда, как давно вы начали заниматься гольфом, ну, хотя бы Александр. Да, добрый день, добрый день. В гольф пришел, наверное, лет 8-9 назад, совершенно случайно, как у многих в жизни, но этот спорт оказался достаточно увлекательным, и внутри он выглядит совершенно по-другому, как снаружи. То есть это достаточно большой, у тебя расширяется очень сильно круг социальных контактов. То есть это единственное, что надо, как бы, понимать, что есть такое мнение, что, как это, кто-то приходит в гольф за мужем, кто-то за бизнесом, да, то есть если ты приходишь за этим, то это не работает. То есть ты должен прийти в гольф за гольфом. Тогда будет все. И муж, и бизнес. Но вот просто, чтобы было понятно и нашим слушателям, ведь все-таки гольф – это не тот вид спорта, когда мальчики там во дворе два портфеля бросили, и мячик, и вот они играют в футбол. То есть для того, чтобы играть в гольф, это необходимо все-таки поле для гольфа, необходимо оборудование. Здесь вопрос, что сначала должно появиться, яйцо или курица. То есть для того, чтобы начать играть в гольф, с одной стороны, должны появиться люди, которые хотят играть, а с другой стороны, условия, которые позволят им играть в гольф. Вот как в Латвии это произошло? Ну, на сегодняшний день в Латвии созданы все условия. Тоже ошибочно, что для того, чтобы играть в гольф или тренироваться в гольф, нужно гольф в поле, потому что зима, ну, хотя сейчас у нас зима такая достаточно слабая, и гольф-поля работают. Но мы сейчас говорим о том, что даже вот, вот Виктор, я знаю, у себя во дворе устроил маленький гольф-драйвинг-рэндж, и достаточно активно занимался в свое время. Я думаю, что может... Расскажите, Виктор, а когда вы заинтересовались гольфом, и каким образом вот это произошло, привлечение к этому виду спорта? Ну, как во всем почти, в жизни виноваты друзья. Начал один играть, второй, третий. Так как я в медицине и времени не было настолько много, чтобы я мог это сделать, как-то со временем освободился, попробовал один раз, и, в принципе, ну, зацепило так, что были недели, что играл 4, 5, и даже 6 раз в неделю, да. Я думаю, у Александра тоже такие дни были, да, когда мы оба говорили, что устали от гольфа. Да, даже такое бывает. Пришел, потому что было интересно, ну, не скажу, что с детства, но уже со студенчества, не было тогда возможности, чтобы начать играть, как уже Александр говорил, поле не обязательно, потому что на поле новичков не пускают. То есть, вот, если человек просто приходит... Да, он на поле не может выйти, он должен начать с драйвинг-рэнжа, это тренировочное поле, где бьют по мячикам. Можно видеть, насколько вы ударили прямо, насколько далеко, насколько точно. И, конечно, советую это все делать с тренером, чтобы сразу уже вкладывать в себя правильные навыки. Потому что у каждого рост другой, удар другой, но гольф ошибок не любит. Да, одна ошибка, скажем, мы когда-то математикой занимались, ошибка одного градуса при ударе нам может дать 20 метров ошибки при дистанции. Тогда в лунку не забьешь с первого раза. И чтобы выйти на гольф-поле, должен каждый игрок, который уже готовится, пройти курс зеленой карты. И после этого курса, это 5 или 6 занятий, смотря в каком клубе, и с каким тренером. И после этого тогда уже он полноправный игрок в гольф. Ну вот сколько у вас, например, это занимало во времени, когда вы... Три недели это было, да. То есть через три недели уже можно было выходить на поле? Да, теоретически можно через неделю, если идти каждый раз, но все равно надо пару раз посередине потренироваться. Я бы сказал, что первый год проходил 50 на 50 драйвинг-рэндж и поле. А кто решает, что можно выйти на поле? То есть это решает сам человек или, например, сотрудник гольф-клуба, менеджер, что вот все... Грин-карта. Если есть грин-карта, то ты можешь играть. У тебя есть право играть на поле. Поля в мире различаются. Да, есть поля, которые новичков не пускают. Есть поля, которые пускают всех. Но это уже другая тема насчет гандикапа. Я думаю, это уже другой вопрос. Да, у нас, кстати, есть звонок. Мы попросим вас надеть наушники, будет слышно нашего... А, и звонок сорвался, вот как раз когда принимал. Но ничего. Если есть желание задать уточняющий вопрос, как раз звоните 6-212-93-9, 6-213-93-9. В этой серии программы будем говорить, вот разбирать, может быть, как раз более детально все детали, нюансы. Но насколько вот гольф – это социальная игра? То есть, условно говоря, в футбол необходимо 11 игроков в команде, там нужен вратарь, там... Что нужно, вот нужно... Сколько человек нужно, чтобы начинать играть в гольф? Ну, надо желание. То есть, здесь, как бы, надо желание. То есть, мы... Кто играет в гольф, знает, что, в принципе, ты начинаешь один в гольф играть. В процессе игры ты уже, ну, как... Один из важных моментов, скажем, ну, нашего возраста, скажем, что у нас достаточно статичный социальный круг. То есть, это есть такое, все это признают и знают. То есть, его расширить можно, ну, очень сложно, как бы, либо за счет родственников, либо смены родственников. А гольф как раз позволяет, ну, создать качественный новый круг друзей, которые, как бы, живут одной историей. Мы летаем много, мы играем в всякие чемпионаты, турниры. Ну, то есть, это... Это образ жизни, скажем так. Но в гольфе есть даже миф, что это, во-первых, не социальный вид спорта, совершенно неправильно, потому что мы просто на, скажем так, на... Имея, скажем, небольшую историю гольфа на постсоветском пространстве, мы, как бы, чуть-чуть, ну, гольф оброс большими мифами. То есть, потому что, если брать ту же Америку, это, в принципе, там, та школа преподает, и там поле, там, стоит копейки. Здесь, в принципе, по большому счету, то же самое. Просто надо, ну, понимать, что можно купить клюшки за 100 евро комплект, да, но там на каком-то этапе захочется подороже. Но это уже, как это, можно на Мерседесе, можно на Аути ездить. То есть, это, скажем так, как угодно. Поэтому здесь экономика достаточно позволительная для многих людей. Но вот, если говорить про Латвию, когда началась мода на гольф, когда начались, ну, такие открытия массовые, вот, ну, гольф-клубов, когда пришли люди, которые хотели этим заниматься. Это было в 90-е, уже в нулевые, как? 90-е, да. Ну, массового в гольфе в Латвии, я бы сказал, что до сих пор нету. Да, мы не знаю, почему отстаем, сильно отстаем от Скандинавии, сильно отстаем от той же самой Эстонии. Хотя возможности есть здесь и не хуже, да. Но игроков у нас в стране меньше. Но получается, что, может быть, многих отпугивает всё-таки, ну, такая кажущаяся элитарность. То есть, это гольф, это занятие, ну, вот, богатых людей, условно говоря, миллионеров, которые, вот, ведут роскошный образ жизни. Вот у них там есть яхты, у них есть, значит, членство в гольф-клубе. Вот это, ну, как бы, вот такие вот сопутствующие атрибуты дорогой жизни. Самое дорогое в гольфе – это время. Как уже Александр говорил, выбор клюшек, выбор одежды, да, есть, конечно, своя специфика, да, но в наше время это всё можно найти по демократическим ценам, да, и для начинающих клюшки есть, мои первые клюшки стоили 110 евро, да, я с ними проиграл 4 года. Их, скажем так, они меняются больше из-за улучшения своей игры, да, чем из-за того, что нужно покупать что-то подороже. Да, то же самое с ценами на гольф-поле, на грин-фи, оно тоже меняется от сезона, но если покупать годовые карты, это тоже игра получается 20 евро, другой раз, да, ну, на разных полях, так что можно найти от минимальной цены до, конечно, ну, максимума, как и всюду, не бывает, я думаю, да. Но если говорить про Скандинавию, например, там люди, которые играют в гольф, это в основном профессионалы или любители? То есть вот это... Любители, конечно, любители, да. Это вот именно те люди, которые просто играют ради удовольствия. Да, профессионалов вообще мало. Вообще, да, но если смотреть по гольф-полям, ну, та же самая Эстония, да, если звонить в субботу, в воскресенье и попробовать сыграть в Эстонии, то не всегда это будет возможно, если ты это делаешь в последний момент. Да, у нас почти всегда, ну, бывает, конечно, что полные гольф-поля, но можно найти для себя удобное время почти на всех полях. 6-7-212-93-9, 6-7-213-93-9, телефоны в студии. Просто как-то получается, что пока, ну, вот люди дозваниваются, мы говорим-говорим, потом они, их, я понимаю, нервы сдают, они арестуют. Звоните просто подольше, мы обязательно примем ваш звонок, и вы сможете задать вопросы. Виктор Авкштоль и Александр Петров сегодня в нашей студии, гольфисты с большим стажем. Насколько, ну, вот мы уже как бы попытаемся развеять мифы, что это очень-очень дорогой вид спорта. Насколько он стал, вот, ну, ну, можно сказать, вот, если массовым в Латвии, то есть, насколько люди пошли, вот, когда это было уже, ну, можно измерять уже там, какими-то десятками людей, которые хотели и занимались гольфом? Ну, началось это с 90-х. В принципе, первое поле, которое в Латвии было, это поле в Марупе, которое до сих пор работает, поле в Естуре. И с него, конечно, все началось. И, ну, массовым я еще расскажу, я его не считаю до сих пор. Каждый год пытается ассоциация гольфа, и не только, да, скажем, я в клинике тоже пробую рекламировать, не рекламировать, а показывать, насколько он доступен. Есть дни гольфа, да, смотря в какой сезон есть, или один день гольфа, или два дня гольфа в сезон. Когда клубы, гольф-клубы, у них день открытых дверей, показывают и дают пробовать играть, на другой раз даже выходят на поле, да, но на драйвинг-рэнже, чтобы как можно больше людей начали это делать. Сколько остается, но статистики у меня нет, но после этих дней каждый раз мы видим новые лица во всех гольф-полях. Это, конечно, есть. Я думаю, что это очень хорошее начинание гольф-клубов, ассоциации гольфа. Итак, звонок в нашей студии. Здравствуйте. Добрый день, да, пожалуйста. Вы знаете, видимо, мало рекламы. Вот я, например, слушаю радио «Болтков». Сколько ему? 10-11 лет? 12 лет. И я первый раз на этом радио услышала, что есть гольф-клубы, не элитарные, как обычно считается, что очень дорого, а для обычных людей. Видимо, вам надо как-то о рекламе подумать. Спасибо. Да, но вот насколько для обычного человека, скажем, что дает влечение гольфом? Если говорить, ну, даже, может быть, ваш опыт, ну, вот мы говорим, что это, ну, социализация, новые связи, новые знакомства, но вот в чем еще какие-то преимущества? Ну, воздух, свежий воздух. То есть вы проводите в день 5 часов на свежем воздухе в приятной компании, совершенно отрешенный от мерзких проблем, потому что там совершенно на поле другие проблемы. То есть все, что в жизни происходит, отходит на второй план, когда там не можешь попасть по мячику. Вот это становится главным твоим этим самым. То есть вот то, что там Виктор упоминал, есть система гандип-капов, которая уравнивает это, если, скажем, по-русски это фора, то есть если мы играем в шахматы, нам дают ферзя как слабую. Поэтому эта система фора, как бы она, как гандип-кап она имеет, она мировая, и там всегда, как бы начинающий игрок может, скажем так, выиграть давнего игрока, потому что он играет там плюс 30, а хороший игрок играет плюс 2 к полю, и там шансы... Ну, то есть, получив фору, новичок не чувствует себя совсем ущемленным. Он как бы, ну, если общий турнир, где все смешаны, и начинающий это сам, и начинающий в большинстве случаев побеждает. Потому что, как бы, у них есть гораздо больше возможностей для маневра. А у тебя, как бы, любая ошибка уже плоха. А вот мы говорим сейчас про турниры, про чемпионаты, насколько... Мы говорим, это вот в рамках Латвии проводятся турниры, чемпионаты, или это международные какие-то... Вот как, в каких вы принимаете участие в турнирах, чемпионатах? Ну, наверное, здесь надо сразу сказать, что есть очень большое количество турниров, которые делаются выездными. То есть, они ездят по Европе, мы ездим, еще что-то. Сейчас, по-моему, латвийский чемпионат, да, Виктор, будет? Латвийский чемпионат, да, и Витземский чемпионат. Каждый год. Сейчас он традиционально проходил в Турции, потом он переехал на Кипр на пару лет, но сейчас возвращаемся в этом году обратно в Турцию, так что это ежегодно, уже, мне кажется, 11-й или 12-й, точно не помню. Ну, там собираются все, кто зимой, когда здесь не позволяет климат, да, все, кто хочет сыграть в компании, да, там в среднем едут 100 человек. Конечно, это... С первого турнира, когда я там был, это 6 лет назад, мне кажется, или 5 лет назад. Я жду зимнего чемпионата по гольфу. Да, но в Латвии соревнования происходят, турниры местные, да, они чаще всего открытые, да, что могут и, конечно, люди с других страны играть. Происходит как в каком клубе, но это суббота-воскресенье, да, так что мы уже знаем в начале года расписание турниров, ну, и другой раз под расписание турниров и подстраиваем свои отпуски, да, потому что есть у нас разные соревнования, да, где суммируется сумма на конец года. Ну, и парадокс, конечно, да, что в первом сезоне у меня, я когда играл, я получил второе место в клубе, что было, конечно, для меня большим сюрпризом, да, но все спасибо моей жене, да, первый мой турнир был, я бы сказал, с юмором, да, мне очень хотелось, но я стеснялся, как любой начинающий, как это я первый раз пойду на поле и уже турнир. Ну, и жена мне спокойно сказала, ну, что ты волнуешься, кто-то же должен стать последним. Получилось, что выиграл, да. Поэтому, да, это может был еще дополнительный стимул, чтобы играть больше и больше. И, как уже говорил, для меня самое дорогое в гольфе это время, да, потому что его найти труднее всего, да. А, кстати, вот только ли в субботу, в воскресенье работают гольф-клубы или в рабочий день тоже можно поиграть, если у кого-то там, например, есть время свободное на неделе, там, ну, не знаю, среда, четверг, пятница. Гольф-клубы, по-моему, работают с восьми в основном, то есть и спокойно, там, и в семь, мы с подоговоренностью, можно себе приехать и в семь сыграть, ну, утра, имеется в виду, летом. Поэтому, не-не, доступность гольфа очень большая и очень большой запас, скажем так, который гольф может принять. То есть, если, ну, обычно как бы накапливается критическая масса в гольфе и открывается новое поле, когда все поля забиты, трафик большой, соответственно, добавляется поле, поле, поле. Здесь как раз вопрос социализации гольфа стоит открытым, особенно он очень важен и очень, вот, родителям надо понимать, что отдав детей в гольф, скажем, в раннем возрасте, то зачастую они могут рассчитывать на хорошие стипендии в хороших вузах и, соответственно, бесплатное образование. Ну, имеется в виду за рубежом? Конечно, конечно, за рубежом. Ну, опять же, здесь, может быть, здесь есть, по-моему, я не слышал про университетские команды, как бы, но вот сейчас очень сильно имеет развитие именно вот детский гольф. Он достаточно активный, динамичный, потому что родители видят перспективу. Опять же, это, если ты научился в детстве, то это остаётся на всю жизнь. Это не то, что там ты научился и забыл. Всё равно навыки остаются там. Ты можешь начать вернуться к гольфу и в 30 лет, и в 40, и в 50. Традиционно, конечно, есть формат, что это люди в возрасте играют. Ну, то есть, такое, скажем так... Ну, хотя вот мы ещё не говорили на обложках журнала, вот, например, Latvist Golf Journal, который издаётся в Латвии и на русском, и на латышском языке, причём он сразу сдвоенный номер. Здесь очень много фотографий молодых людей, и мы видим, что и молодёжь играет активно в гольф. Ну, то, что я вот упомянул, что на сегодняшний день молодёжь, наверное, одна из самых динамичных. Если, скажем, наш возраст, это приходит не так много, а ещё мало остаётся, потому что, ну, по разным причинам, потому что основное, то, что Виктор сказал правильно, это время. То есть, всё остальное, как бы, это, если ты каждый выходной, то есть, вот тоже меня супруга отпускает играть в воскресенье, это, как бы, ей медаль, да, потому что… Так субботу, может, не получиться. Да, да, получается, что выходные ты в сезон реально хоронишь на поле. Ну, не хоронишь, как бы, ты играешь, да, то есть, для того, чтобы, там, побыть в коллективе, там, прочее, прочее. Ну, а дети, как бы, они чуть в другом мире живут, они в другом уровне коммуникации живут совершенно, то есть, они уже изначально, там, с 12 лет уже ездят по миру, знакомятся с друзьями, то есть, у них уже такой пул знакомых в гольфе, да, что, в принципе, они уже точно не пропадут в жизни. Говоря, вот, кстати, о знакомствах, насколько, ну, действительно, можно ли на поле заводить знакомства, насколько, ну, принято вот у гольфистов, ну, как бы, дружба… Ну, с Александром, да. Да, ну, опять же, здесь такой момент, что на поле ты проводишь с человеком 5 часов, 5 часов, где он, ну, в гольфе человек открывается, то есть, это, как бы, некий спорт эгоистов, потому что ты не можешь, конечно, идейно есть на кого свалить, в гольф самое главное на кого свалить, почему не получается, но идейно ты все равно отвечаешь сам за удар, то есть, нет, там, команды, кто-то там подвел, кто-то не подвел, то есть, если, скажем так, случилась неудача, то есть, тебе надо ее быстро забыть, чтобы дальше играть, поэтому, да, очень много вариантов дружбы, очень много это самое, но это у каждого индивидуально, в любом случае, если слушатели придут в гольф, они повысят свое качество жизни, ну, в разы, это я вот, как бы, гарантирую на 100%. Очень конкретный вопрос, все-таки, значит, слушатель спрашивает, сколько стоит полный комплект качественной экипировки, это одежда, набор клюшек, базовый под ключ, и плюс абонемент, членство в гольф-клубе, чтобы можно было понимать, все-таки, о каких суммах идет речь. Ну, вот, на конкретном примере, значит, майка, пола, она, когда ты играешь на поле, любого кайфа, ну, как бы, любого бренда, может быть, то есть, соответственно, мы от 10 евро, спокойно можно купить нормальную майку, шорты, шорты нельзя, спортивный под ремень должны быть, или брюки под ремень, то есть, это, ну, там, 10-15 евро, ну, от, называем, так, скажем, туфли, ну, как бы, это, там, не знаю, там, тоже 80 евро, как бы, но, опять же, на начальном этапе можно, те туфли, эко какой-то там, или какие-то вещи, которые, как бы, ну, не портят поле. Интернет помогает с ценами очень. Да, 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 не покупать, как бы, это самое, то есть, на Западе это все стоит дешевле, клюшек, комплект стоит, там, вот, Виктор, у меня такое же стоит. Да, да, ну, где-то. Вот я тоже играл. Ну, я бы сказал 200 уже сейчас, но... 200 с запасом ты уже переплатил, то есть, как бы, вот, и поле абонемент, вот сейчас, к примеру, в Вестуре в этом году, годовой абонемент в Черную Пятницу продавал по 375 евро, по-моему, да? То есть, соответственно, здесь кто, ну, вот, грубо говоря, алын, если брать, экипировка, клюшки, поле в год, тебе обходится, там, 600 евро, ну, вот, если, вот, вход, вот, понятно, что мы не говорим о том, что если ты покушаешь на поле, там, или еще какие-то вещи, это уже, как бы, сугубо индивидуально, то есть, или ты, там, возьмешь бутылку коньяка Хеннесси, да, то есть, потом будешь говорить, что это дорого, ну, соответственно, надо понимать, а так, как бы, ну, и плюс добраться до поля, там, топливо какое-то, то есть, еще раз, если мы берем, сравниваем с любым другим видом спорта, он получается, скажем, если не дешевле, то примерно то же самое, но качество, скажем, которое он может принести людям, ну, с моей точки зрения, сугубо индивидуально, как бы, ну, где-то сильно выше. У нас, вот, продолжают поступать звонки, здравствуйте, пожалуйста, ваш вопрос. Здравствуйте. У меня вопрос такой, какие бывают спортивные травмы у гольфа, и насколько они часты? Угу, спасибо. Что нужно беречь на поле? Нужно беречь спину. Это, наверное, это, наверное, больше, опять, для нашего возраста, да, потому что мы переучиваемся, скажем так, бить, да, и сделать правильный удар, конечно, если играть с детства, да, то удар более правильный, но если смотреть на удар гольфа, то он получается, я бы сказал так, не физиологическим, да, поэтому спина – это, наверное, самая большая, ну, самый главный вопрос, ну, из полукурьезных травм, это, конечно, травма летящего шарика, мячика, да, ну, редко, но бывает, конечно, есть специальные защитные механизмы, которые используются на поле, да, если мы видим, что наш мячик летит на кого-то, или у нас он пропал, то есть специальная техника, как мы громко кричим, чтобы все заметили и как-то постарались спрятаться от летящего мячика, да, но спина, я бы сказал, это самое главное, но при правильном ударе, да, травмы идут, конечно, у меня травм нету, у Александра травма есть. Ну, мячиком, по-моему, я не рада. Да, ну, скажем, замах, если там можно ли, не знаю, руку вывихнуть, потянуть или там что-то. Ну, все можно и всегда можно, слово нет, нет. Сдуру можно, всякое разное, то есть. Да, но хронических каких-то таких, чтобы все, кто играли в гольф, все были со спинами, проблемы такого я не знаю. Тем более у любителей. Я вот по поводу журналов, где их можно приобрести и что вообще, о чем можно рассказывать, вот, ну, если вот мы говорим про выходящий периодически журнал, какие могут быть в гольфе новости? Ну, в данном случае мы, цель журнала, он распространяется бесплатно, находится во многих местах в Риге, в том числе бизнес-авиация, гольф-клубы. Цель журнала – это популяризация гольфа, это донести, что в гольф играют такие же люди, как и везде, то есть, как бы, и это не некий такой какой-то там закрытый клуб. Понятно, что в гольфе тоже есть, как и везде, какие-то закрытые клубы, есть клубы, где цена игры достаточно высокая, там, если брать, там, тоже Монако, там, как бы, ну, достаточно высоко и членство очень высокое, да. Но, опять, это как, на каждый кошелек есть свой предложение, в журнале мы отражаем больше те события, тех людей, которые играют в гольф, чтобы, и, опять же, советы для начинающих, где, ну, как бы, человек, который не имеет отношения к гольфу, может познакомиться. Журнал не профессиональный, не для профессионального гольфиста, он журнал выходит для людей, которые не знают про гольф, но хотели бы познакомиться. Поэтому, ну, как-то так, это наш проект, я думаю, что он идет, мы его сейчас вот развиваем, он в Латвии, он стартовал с Латвией, сейчас вышел в Россию, сейчас в Украине, сейчас Грузию обсуждаем, Казахстан, как бы, ну. Если брать, вот, например, в сравнении Латвия с, ну, другими странами, ну, вот, скажем, постсоветскими, гольф у нас, ну, популярнее, ну, вот, если сравнивать, там, с Казахстаном, Белоруссией, Украиной, Россией, той же самой. Ну, наверное, если брать пропорционально количеству играющих жителей, вот, наверное, так, 5 процентов, то, конечно, мы выше России, мы выше Украины, выше Казахстана, но… Есть куда-то стремиться. Ниже Европы. Да, но ниже… Европы и Америки. Ну, скажем, Америку и Европу мы пока не трогаем, но вам хочу говорить, что та же Литва и Эстония достаточно на голову выше и по количеству полей, и по количеству игроков, потому что у них все-таки социализация гольфа, то есть, если вы сейчас, как женщина заметила, что это буквально, наверное, первый раз за, там, долгое время существования… Услышала вот, что гольф выиграют, гольф. Да, что вообще существует, как вид спорта, да, то есть, и это, наверное, общая проблема, потому что, вот, собственно, один из важных моментов гольфа – отсутствие социализации, его пытаются с помощью вот открытых каких-то дней делать, но, опять же, открытые дни делаются, но об этом знают только гольфисты, то есть, получается, что вместо того, что привлекает извне, мы привлекаем, да, приезжаем гольфисты, как бы, но вот именно массовости как раз нету, потому что, чтобы гольф стал понятен и близок, его надо объяснить. Вот, скажем, вот на начальном этапе, чтобы, если мы не убираем «случайно пришел», вот эту фразу, да, то его надо объяснить, донести. А когда его объяснишь, донесешь, то тогда многие вопросы станут гораздо проще. Но нет ли здесь еще одной такой небольшой проблемы для того, чтобы понять, вот, хочется ли тебе играть, например, в футбол, достаточно действительно, ну, вот, мячика и нескольких друзей. А для того, чтобы, ну, вот, многих, может быть, отпугивает, хорошо, вот я, значит, ну, заплачу 600 евро, куплю клюшки, попробую, и вдруг мне не понравится, ну, и получится, что можно ли попробовать, не покупая. Конечно, конечно. Это вот то, что Виктор говорил, зеленая карта, как раз, она в 90%, или 99% случаев получается без каких-то экипировочных форматов. То есть, когда всегда без, да, это все идет с клюшками клуба, да, но я бы советовал еще раз это с тренером, да, чтобы, во-первых, рассказали, как правильно, а не учиться самому, да, здесь, я думаю, переучиваться будет намного труднее, но гольф, я думаю, он должен начинаться с драйвинг-ренджа, и для этого вам нужен жетон, чтобы получить 50 мячиков или 100 мячиков, и, в принципе, одна клюшка, которую вы берете на прокат или которая идет с тренером. Так что начинать с гольф в поле, нет, есть возможность, конечно, и мы с друзьями так и делали, что интересуют тех, кто хотят играть в гольф, мы берем с собой как помощников, как кедди, да, чтобы они увидели игру внутри, да, у них, они не могут играть, но они видят правила, они видят этикет, они видят удары, и это тоже, конечно, другим помогает, да, я хочу или нет, это не мое, гуляйте без меня, было по-разному, да, кто-то проходил 18 лунок и еще пошел с другой компанией, да, кто-то через 9 уходил и сказал, гуляйте без меня. Я добавлю, что драйвинг рейндж, то есть просто, что мы тут где-то применяем терминологию, которая нам понятна, это тренировочная площадка около гольф-поля, где на, скажем, коврике человек может спокойно, без ущерба для окружающих, попробовать какие-то, сделать первые шаги, и там же оттачиваются какие-то уже какие-то там нюансы, когда ты уже играешь. Угу. Еще один, наверное, уже последний вот вопрос в нашем эфире. Здравствуйте. Добрый день. В качестве, может быть, идей для рекламы, может, вам Тайгера пригласить в Латвию? Это такой вопрос. А можете пояснить поподробнее, кто такой Кэдди? Да, спасибо. Кэдди – это помощник, вот если говорить про Тайгера, да, и не только него, видите, что гольфисты никогда не несут свои сумки. У них есть помощник, который единственный может помогать советам игроку на поле, и который, ну, конечно, помогает с клюшками и все остальное. Исторические, историческое название, мы в других передачах чуть-чуть глубже уже займемся этим вопросом. Почему они были и зачем они были. Но у каждого игрока может быть на игре свой помощник, свой Кэдди, который поможет и советам, и клюшками, и всем остальным. Ну что же, я думаю, что… Но с Тайгером, да, я не знаю. С Тайгером, думаю, что будет не очень легко, да, и сейчас уже… Ну, есть другие игроки, которые уже… Ну, уже, скажем, Даггер Вудс – это скорее, да, история, легенда, да, уже или… Нет, ну, возвратился, возвратился, да, так что оно еще на первом месте не стоит, да, но уже возвращается. Ну, я думаю, что в наших вот серий программ мы обязательно встретимся с известными гольфистами, ну, вот Латвии, теми людьми, которые играют в гольф. Поговорим как раз-таки о тонкостях, уже более подробно, беря какие-то конкретные темы, как начинать, что такое экипировка, какие гольф-клубы существуют, куда обращаться. Обо всем об этом мы будем говорить по вторникам через неделю, ну, каждый второй вторник в 15.30, если вот есть интерес, то обязательно слушайте. Ну, а сегодня в нашей студии были гольфисты, владелец издательской группы АП «Гольф», председатель правления АП «Холдинг» Александр Петров и общественный деятель, владелец группы «Адента» Виктор Афкштоль. Спасибо вам.